А от помпы уже непосредственно сюда к патрубку подается Видно он пошел там вовнутрь Куст вот этот как обработал Если инструмент не использовать, он ржавеет, тупится и как следствие деградирует Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзор электроинструмента и с вами Николай Дотошный И сегодня у меня на обзоре мотоопрыскиватель от торговой марки Vittles Модель MSP4313B Ну и конечно же, друзья, я его буду тестировать и разбирать, смотреть что внутри Пробежимся быстро по характеристикам Объем двигателя в данном опрыскивателе 42,7 Мощность 1,7 лошадиных сил Объем бака для жидкости или для препаратов 15 литров Продуктивность 2,5 литра в минуту Есть дополнительный насос Максимальная дальность распыления 12 метров И вес данного опрыскивателя 11 килограмм Ну а теперь, как всегда, по традиции расскажу тем людям, кто покупает в интернете Но нет возможности поддержать, а тем более попользоваться данным опрыскивателем Комплектация данного опрыскивателя это руководство по эксплуатации Емкость для разведения топлива Лейка и всякие разные ключи для сборки данного опрыскивателя Сразу не отходя от кассы, хочу показать, что горловина в этом баке достаточно широкая Ширина горловины 17 сантиметров Дальше, сама по себе прижимная крышка имеет толстую резиновую прокладку В верхней части расположен бак для топлива И горловина немножко вынесена на сторону, чтобы было удобно заливать Кстати, для топлива тоже есть свой специальный фильтр Мало ли, потому что работаете на природе, в саду, в огороде Чтобы ничего не попало, есть специальный топливный фильтр Дальше под баками расположен двухтактный двигатель Очень похожий двигатель, как на базе мото-косы Здесь стоит карбюратор, воздушная заслонка И есть краник, чтобы перекрывать топливо и подавать топливо Непосредственно очень легко добраться до свечи То есть без проблем, если нужно будет свечу почистить Все здесь сделано под рукой И хочу сказать, что свеча стоит здесь фирменной от Торч Как видите, сам по себе двигатель расположен на демпфере Чтобы не было вибрации на спину Покажу в нижней части, как выглядит рама Вся рама полностью идет из пластика Чтобы было легче человеку носить его на плечах Плюс видите, насколько надежно зафиксирована рама На какие огромные гайки Так, погнали дальше За двигателем непосредственно стоит турбина Которая нагнетает воздух То есть работает двигатель Мы нажимаем заслонку Соответственно, здесь стоит маховик, сцепление Все как в бензокосе И он передает вращающий момент на турбину И турбина гонит воздух непосредственно уже по этому патрубку А вот этими прозрачными силиконовыми шлангами Уже идет жидкость Сначала идет жидкость к помпе А от помпы уже непосредственно сюда к патрубку подается Видите, вот этот шланг Сюда идет воздух Видно, он пошел там вовнутрь Сюда, в эту сторону идет жидкость И вот этот воздух непосредственно уже идет к турбине То есть, чтобы турбина имела чистый и отфильтрованный воздух Как вы видите, друзья, где ранец, где цепляются на плечи Во-первых, стоят мягкие такие наплечные ремни Во-вторых, очень мягкая проставка между спиной и между опрыскивателем Чтобы ничего не давило в спину, чтобы было комфортно работать Покажу, друзья, какой патрубок идет от турбины И хочу сказать, что этот патрубок, как видите, подвижный То есть, вы работаете И он здесь, вот от этой турбины, полностью идет подвижный Дальше, возле рукояти есть краник Можно подавать жидкость и можно выключать Клавишу управления сделала, как в бензокосе Нажали, есть возможность зафиксировать ее И также здесь кнопка для глушилки И также хочу показать, на конце патрубка есть регулятор Также можно регулировать подачу непосредственно жидкости Или больше, или меньше, как вы хотите И непосредственно в самом патрубке, как видите, есть завихритель воздуха Опа! Ну что ж, друзья, а теперь давайте разом подивимось, почему продают опрыскивачи Для этого я зайду на Е-каталог, в пошуку напишу опрыскивачи Для того, чтобы долго не блокать, справа есть фильтр По нему выбираем бензиновый И вот, бачим, в лечение секунды, все бензиновые опрыскивачи, как на долоне Отож, хочу вам нагадать, что Е-каталог не интернет-магазин, а Е-каталог Збирает информацию из всех интернет-магазин, где очень удобно выбирать Та порівнювати різні инструменты Ось, например, ті опрыскивачи, які вам сподобались, добавляете в таблиці для порівняння Також справа є фільтр по торговым маркам, выбираете Vitals І одразу видно цей опрыскивач, що з огляду Також дуже зручно, що видно і мінімальну, та максимальну ціну Спустившись трішки нижче, ви можете побачити, скільки интернет-магазинів вам пропонують цю модель І також додайте в таблиці для порівняння Переходите в таблиці для порівняння, та порівнюєте Одна приємна фішка є на Е-каталог Якщо вам екран надто сильно світить у очі Справа є такий сувачок, переключайтесь в темний режим І продовжуйте шукати в темному режимі Отож, друзі, кому цікаві бензинові опрыскивачі Посилання на Е-каталог, я залишу в описі під відео Так, в общем, друзі, щоб завісти Сначала треба відкрити краник Т.е. подачу топлива Верх перекрити в воздух, т.е. воздушну заслонку перекрити Дальше включить кнопку вверх Режим включено І зафіксувати клавишу газа Подачу жидкості ще не відкриваємо Сначала треба завісти В общем, друзі, залив я 1 литр топлива Залив 15 литров простой, обычной води І будем проверять його продуктивність Сейчас время 18.07 Пробуємо, з якого разу завідуться Друзі, як самі виділи, з першого разу У мене ще не з одним бензоінструментом такого не було Реально, з першого разу завідуться Щас ще раз пробуємо, вже без заслонки Закриваємо кань, щас побежит вода Побежала вода Зази можна регулювати Щас на 2-м положенні І щас поставлю на 1-м На 1-м більше дождь ідет На 2-м більше туман Можна убирати лістку з двора Можна убирає лістку з двора Зв moms Vaccine Можна убирає лістку з двора Я в інш downloads ПоNow, я в іншому її�удка Лістку з двора Я в іншому іншому артію Лістку з двора Тут тепла Субтитры делал DimaTorzok 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 В общем, друзья, осталось пол-литра топлива, дальше жужжать не смысла, потому что можно умножить на двое и время у нас сейчас 19 часов 15 минут, но я вам скажу по топливу он тоже очень экономный. Так, друзья, поделюсь своими впечатлениями после работы. Во-первых, хочу показать, что стоит 5 демпфоров. Вот один, вот второй, вот третий, вот четвертый и непосредственно видно, вот там пятый демпфор стоит. То есть, благодаря этим демпфорам ты вибрации абсолютно на спину не слышишь, вообще вибрации ноль. И также очень понравилось, что видно, что стоит металлическая помпа и плюс видно, здесь идут два армированные шланга к помпе. Это сделано для того, чтобы быстрее подавалась жидкость, то есть, чтобы была большая подача, большая продуктивность жидкости. Ну и в целом, после теста вообще ничего нигде по спине не течет, все идеально работает, но претензий вообще нет. Просто нормальная работящая мотопомпа. Плюс есть регулятор подачи жидкости, вы себе можете регулировать подачу жидкости, также очень удобно, что краник расположен под рукой. И вы также увидели его дальность, то есть, опрыскивать деревьем и можно без каких-либо проблем. И все это дело делается очень быстро. И также от себя хочу людям сказать, тем, которые выращивают именно в таких больших-больших таких объемах. Во-первых, этот опрыскиватель экономный, экономит и время топлива, и также расходует экономно химию. И плюс ко всему этому, этот опрыскиватель реально можно отбить за сезон. И мне вот реально не стыдно ее рекомендовать для прям больших таких объемов, потому что со своими задачами, я вам гарантирую, она справится на 5 с плюсом. Ну а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok